За последние годы в Мордовии заметно активизировалась работа с инвалидами, особенно в области спорта. Регулярное проведение соревнований самого крупного масштаба среди всех групп людей с ограниченными возможностями уже дает свои плоды. Мордовские инвалиды стали охотнее идти в спортивные залы. Одним из главных центров притяжения в Саранске стал спортивный клуб «Вымпел», где инвалиды на абсолютно безвозмездной основе занимаются пауэрлифтингом и армрестлингом бок о бок со здоровыми спортсменами. Арина Лушкина впервые решила прийти в тренажерный зал год назад. Теперь она не представляет свою жизнь без занятий со штангой. Арина делает успехи не только в жиме штанги, но и в армспорте. На ближайших соревнованиях, которые пройдут уже в субботу, 24 июня, она планирует побороться за награды в обеих дисциплинах. Турнир, к которому готовятся Арина и ее одноклубники из «Вымпела», станет уникальным. Впервые подобное мероприятие пройдет под открытым небом на площади Тысячелетия. Инициатором и организатором соревнований стало Мордовское отделение партии «Единая Россия», а информационную поддержку оказывает единственная в Мордовии спортивная радиостанция «Старт.ФМ». Сами участники убеждены, что их пример поможет сделать первый шаг к своему здоровью тем, кто пока еще со спортом на Ты. Многие люди сидят дома, многие в таком положении сидят и умирают. И это не обязательно инвалиды, а просто люди. И все, что им нужно, просто сделать шаг, просто заставить себя. Просто перестать себя жалеть и заставить, сделать вот этот шаг. Еще раз. Шесть. Еще разочек посможешь-сможешь. Тащи-тащи-тащи. Семь. Все тихонечко. Пускай повиси на пальцах. Покажи, что ты какие сильные пальцы. Не каждый может здоровый человек таким образом потянуться и просто повисеть. Подтягиваться на двух пальцах или отжиматься от пола с 15-килограммовым блином на спине. Для Игоря Исаикина это уже будни. Пару лет назад никто не мог поверить, что он способен заниматься пауэрлифтингом. А сейчас личный рекорд Игоря в жиме штанги лежа 62,5 килограмма. Это при том, что сам он весит 50. Какой-то конкретной планки как таковой нет. Самому хотелось бы пожать для себя 75 килограмм. Вот тут вот так как-то тренер смотрит на это с улыбкой. Но мне хотелось бы для себя и как бы поставить точку, что я вот это сделал. Главным претендентом на победу в армспорте на предстоящих соревнованиях будет Вячеслав Чебураев. За его плечами уже есть не только участие в чемпионате России по армспорту среди инвалидов, но и награда открытого саранского турнира, в котором Вячеслав успешно боролся со здоровыми спортсменами. Я в этом году ездил на чемпионат России по армрессингу. Ну и там, как говорится, заразился. Это дисциплина. То есть накал, борьба. То есть такая общая обстановка такая. То есть это заразительно. Соревнования по жиму штанги лежа и армрессингу среди инвалидов, которые пройдут в ближайшую субботу 24 июня на площади Тысячелетия, будут приурочены к Международному олимпийскому дню. Начало в 12.00.